Всем привет! Сегодня я записываю очень короткий ролик, такую инструкцию вам в помощь, как вводить новичка, включить новичка в работу. Сейчас я по каждому пункту кратенько расскажу. Вот этот слайдик кину в чат, сохраняйте себе, потому что пошли регистрации, пошли новички. И нужно уже просто иметь перед глазами вот этот слайдик, чтобы пошагово все это делать. Значит смотрите, очень коротко, регистрируем новичка, регистрируем, активируем личный кабинет. Ну как мы это делаем, это как обычно, помогаем новичку активировать личный кабинет, либо ему приходит код на телефон, он вам его пишет, вы его вводите, активируете кабинет, либо новичок проходит на почте, ищет письмо и по ссылочке заходит в свой личный кабинет. Вы ему дополнительно пишите обязательно в личку ссылку на сайт, его номер консультанта и пароль, пишите, чтобы он это все сохранил. Это обязательно, чтобы он, да, и нужно будет еще ему сразу, чтобы он просто вышел с кабинета и опять нажал на сайт и опять зашел, чтобы он запомнил, человек запомнил, как нужно заходить. Дальше. Сразу же вносим данные, все данные новичка в табличку по веточке. То есть мы веточки строим совместные, вы это все знаете, и у нас по каждой веточке есть таблички. Таблички есть у каждого, кто регистрирует. Вот, сразу же вносим данные новичка в табличку по веточке и в папку спонсора. Папка спонсора тоже должна быть у всех. Вот, там тоже табличка. Но это нам нужно для того, чтобы вышестоящие лидеры знакомились, с новичками могли познакомиться, чтобы было видно, сколько у нас регистраций. Вот, и так далее. Обязательно даете данные новичка мне, либо, либо просто ссылки на мои странички даете новичку. Пусть добавляется, напишет, что он новичок, и я познакомлюсь, ну и буду помогать, естественно, его сопровождать. Если вы еще сами новичок, то ни в коем случае не бросайте человека. Вот, а просто пишите, я буду помогать сопровождать. Пока вы сами не научитесь. Потому что учиться надо, конечно, сразу. Потому что пока новичок один, два, три, это еще можно сделать, да, можно на этом научиться. Когда новичков будет 50, 100, 300, 1000, там уже это будет на автомате все. Дальше. Добавляем новичка на свою страничку для коллег. Или брендовую. То есть я здесь подпишу, в слайдике исправлю, или брендовую. Значит, в зависимости от того, в какой соцсети вы нашли этого новичка, если в контакте, то на страничку в контакте, если в одноклассниках, на страничку в одноклассниках. Почему мы говорим, что брендовые странички должны быть, ну, во всех таких основных соцсетях, то есть одноклассники, контакт, фейсбук, инстаграм. Потому что новичок может увидеть вас где угодно. Новичок может быть, может быть не зарегистрирован там ни в одной сети, например, а быть только в инстаграм, к примеру, в этих соцсетях нет. Новичок может быть увидел ваше видео какое-то под видео ваши контакты. Да мало ли как он вас нашел. Каким образом? Может ему знакомая сказала, что вот она там поставила плюсик, крестик, у него там чего-то где-то. Новичок, номер телефона где-то нашли под какой-то вирусной картиночкой. Да, ваш вайбер, ватсап. И далее человеку человек позвонил и решил зарегистрироваться. То есть обязательно человеку нужно добавить его в свои контакты на какую-то страничку обязательно, чтобы не потерять с ним связь. Значит, знакомимся с новичком поближе. Ну, это уже каждый сам способ этот выбирает. Кто-то звонит, кто-то встречается в одном городе, кто-то можно очень хорошо разговаривать голосовыми по ватсапу. То есть когда новичок вам дает свои данные, заполняет анкету, там его номер телефона. Добавляйте номер телефона себе в контакт, вы увидите сразу, есть он в ватсапе или нет. В вайбере вот у меня не получается голосовые отправлять в последнее время. Они там, во-первых, до 30 секунд всего лишь, но и они как-то плохо грузятся. В ватсапе можно говорить хоть сколько, хоть 10 минут, хоть 15. То есть все можно рассказать, четко объяснить. Звоним, пишем, встречаемся, знакомимся с новичком. Знакомимся в каком плане? Утепляемся, контакты, налаживаем контакты. Вам с этим человеком не только потом работать, а на банкеты директоров ездить, отдыхать вы будете ездить вместе. То есть, может быть, вы не станете там совсем супер-супер близкими друзьями, но коллегами по работе вы станете точно. И нужно, ну в общем, нужно поближе познакомиться, узнать, чем человек дышит, для чего он пришел в проезд, сколько у него детей, что он хочет, сколько он может работать, как он знаком с компьютером. То есть очень много всего. Естественно, рассказываем о себе тоже. Сразу же делаем картинку-поздравлялку. Это обязательно, это даже не обсуждается. Это нужно для развития, даже это может быть новичку не столько и нужно. Он еще не понимает, для чего это, что это, он только пришел. У него еще в голове каша, информации много. Это нужно прежде всего нам для развития личного бренда. Вот смотрите, человек приходит в проект. Мы сейчас развиваем личный бренд, очень много об этом говорим. Некоторые говорят, ой, я не знаю, где брать тему. Вот вам, пожалуйста, тема. Пришел человек, вы его зарегистрировали, сразу же сделали ему поздравлялку. Не пишите там, что это рефлейм, не пишите там, что это экспресс-карьера. Просто красивая картиночка с букетом цветов. Написали, что мы рады тебя видеть там в своей команде. Ну, то есть вот каждый сам придумывает. Ради бога, вы берите мою картинку, подставляйте фотографии. Берите те слайдики, которыми я поздравляла вас. Подставляйте только фотографию человека и все. Или еще у меня на канале есть видео, как делать картиночки такие вот красивые. Найдите, и там все прям по шагам. То есть сложного нет ничего. Вот смотрите, пришел человек, да, вы его поздравили сначала с регистрацией. Потом человек сделал первый заказик, любой. Вы его поздравили, что он активировал свой личный кабинет, что он защитил номер от терминации. Человек сделал большой заказик, да, допустим, там 100 баллов, 150. Вы сразу поздравляете человека, что вот, ты сделал 100 баллов, ты молодец, ты участвуешь в стартовой программе. 150 баллов сделал. Ой, ты вообще супер молодец, ты уже 3%, у тебя уже объемная скидка. То есть представьте, сколько на одного человека только можно сделать ему поздравлялок. Каждую поздравлялку уставляем себе на страничку. Люди должны видеть, те, кто за вами наблюдает. Ваш теплый круг, все ваши друзья на брендовых страничках, они должны видеть, что у вас идет работа, что люди к вам приходят, что идет кипиш какой-то, понимаете. Они не придут к вам никогда, если они не будут видеть, что работа идет. А так, смотрит, человек пришел, смотри, уже человек заказ сделал, смотри, он уже на 3%, а почему я не могу. Это нужно прежде всего нам для развития личного бренда. Картинки делаем обязательно, это даже не обсуждается. Не можете делать картинку сами, просите спонсора. Но бывает, что нет времени, бывает такое, что нет времени. То есть это должно, знаете, быть как азбука уже. Это обязательно. Дальше. Устанавливаем с новичком Telegram. То есть не даем новичку ничего, пока он не установил Telegram. Просто мы с ним знакомимся, разговариваем, поздравлялочку делаем и обязательно устанавливаем Telegram. Как только новичок установил Telegram, вот только тогда начинается наша основная работа. Не даем больше сайта никакие. Не даем на почту. Не нужно этого делать, не нужно раздавать сайт направо-налево. Если человек не хочет устанавливать Телеграм, я не знаю, это не наш человек. Потому что, еще раз говорю, когда у вас 2-3 человека, вы можете с одним разговаривать в скайпе, с другим разговаривать в соцсетях, с третьим там, например, созваниваться, если они не хотят Телеграм установить. А когда у вас будет 50 человек, 100 человек, 1000 человек, вы не сможете с каждым подходить индивидуально. Мы работаем в Телеграм, это одно из условий нашей работы, поэтому будьте добры установить Телеграм. Тем более, что это несложно. И это бесплатно. После того, как человек установит Телеграм, вот тогда мы добавляем его сначала в чат по персональной группе. Наша персональная группа, это чат называется ПГ Ирина Шукшиной. Сначала добавляем человека в этот чат, только в один. Почему? Потому что вот тут недавно выяснилось у нас девочки, даже которые давно уже в проекте. То есть очень много чатов, я сама не успеваю их все читать. Реально, если их все читать и везде участвовать, и в всех чатах в обсуждениях, работать будет просто некогда. Понимаете? Есть очень хороший чат экспресс-команда. Но мы попозже туда будем новичка добавлять. Потому что там в экспресс-команде очень много идет обсуждений, и очень много переписки информации. И там как таковой очень быстро информация улетает. Понимаете? А в чате ПГ-1 Ирины Шукшиной там у нас пишу только я, и там только информация. Только информация и все. Поэтому пока добавляем человека в этот чат, и сами пока читаем этот чат. Если вы успеваете читать вот этот чат и смотреть те видео, которые я вам забрасываю в этом чате, тогда, пожалуйста, вы идите в другие чаты и читайте их, и смотрите. Но если вы не успеваете, получается, что заходим, чаты все читаем, а работать нам некогда. Вот, показ добавляем только в один чат. Человек знакомится. В чат добавляем только со слайдиком, с поздравительной картинкой. Мы человека поздравляем. И вы рассказываете человеку, даете полную информацию о выгоде заказа. То есть человек уже, вы разговариваете с ним. Это одновременно, вот 8-9 пункт, это одновременно делается. Папочка новичка, я сделала на своем канале папку новичка. Берете оттуда по одному видео и даете человеку. Допустим, только человек установил телеграм, даете ему видео, суть проекта сначала. Стиль жизни. Там Илона Сухарокова, я сейчас добавлю, там Таня Новикова есть. Смотрите сами, что вам больше всего нравится. Там есть очень коротенькое видео, добро пожаловать новичок. Сами смотрите, как человек у вас настроен на работу. Может быть, кому-то нужно сначала короткое видео дать, обсудить его. А может, кто-то уже готов и очень длинное видео посмотреть. Потому что если люди не готовы смотреть эти видео, начальные, как они будут работать. У нас все обучение, это просмотр вот этих вебинаров. Даете человеку, значит, одновременно какое-то видео. Прежде всего, да, это суть проекта, это стиль жизни. И он его смотрит, там просмотрите его час-полтора, не больше. И даете одновременно ему информацию о выгоде заказа. То есть, как это, это можно очень хорошо вайбере дать. То есть, хотите, можете записать сами о выгоде заказа. То есть, не просто вы кидаете человеку картинки, не просто, да, что вот так-то, так-то, так-то. Вы человеку должны все это рассказать. Он только пришел, он еще ничего не соображает. То есть, нужно рассказать о том, что, для чего нужен заказ. Во-первых, человек стиль жизни посмотрит, когда, он уже будет знать, зачем нужен заказ. В любой сетевой компании зарплата идет от товара оборота. Если мы не продаем, где взять товар оборот? Ну, товар оборот мы создаем сами, то есть, делаем личные заказы. Кто-то на 50 рублей, кто-то на 500 рублей, кто-то на 5000, кто-то на 10, кто-то на 15. Каждый делает заказы сам себе, решает, сколько делать. Но вы человеку должны рассказать обо всех выгодах буквально. То есть, что он получит, если он сделает заказ на 30 баллов. То есть, он в этом же каталоге, то есть, он пришел сразу, сделал заказ на 30 баллов, он получает премию от Даши Коровиной, от нашего директора, 150 рублей. То есть, ему возвращается регистрация. Если, например, человек сделал заказ 50 баллов, он участвует у нас в программах лояльности, плюс также получает премию от Даши Коровиной. Плюс, если он заказал какой-то из продуктов Wellness, можно сделать ксерокопию вот этой вот накладной своей, отправить Даши. И плюс, он еще будет участвовать в розыгрыше по призы для тех, кто покупает для себя Wellness. Ну и так далее. Если он сделает 100 баллов, там стартовая программа и все такое прочее. То есть, все это мы знаем. Если не знаем, то значит, надо накачать себе слайдиков, сохранить и все это человеку рассказать сразу. Потому что у нас некоторые девочки, которые есть, которые вроде бы работают, вроде бы умненькие девчонки такие, не успевают читать информацию, реально не успевают читать информацию. Информации очень много. И получается, что просто вылетают из информации. Идет, допустим, какая-то программа, а они о ней слыхом не слыхивали. Потому что читают информацию не в нашем чате по ПГ, где это вот четко эти слайдики стоят, а заходят в экспресску, например. Человек, представляете, целые сутки шла переписка, допустим, в экспресс-команде. Целые сутки переписка шла. Вся информация ушла. Она ушла вверх. Человек заходит вечером. Он, например, не может весь день зайти. Заходит вечером после работы. Столько информации. Он последнее прочитал, все сообщения и все. И от него может ускользнуть основная информация какая-то. Просто реально ускользнуть. Поэтому просите помощи, пожалуйста. Я помогу всегда. Папку новичка. Я сказала, по одному видео даем и обсуждаем эти видео. То есть дали суть проекта. Созвонились, обсудили. Ответили на все вопросы новичка. Дали, допустим, там маркетинг-команда. Я не знаю. Можно его, наверное, попозже. Что, допустим, о маркетинге? Как делать заказ на 150 баллов? Ну, много там, много там всего интересного. Даете и обсуждаете. Не давайте чужие видео. Почему я эту папку сделала? Там стоят мои контакты. Если вы будете такие же видео давать чужих спонсоров, совершенно чужих, человек может посмотреть, не сделавший заказ, может посмотреть, терминироваться и уйти к этому лидеру. Не давайте видео чужих лидеров. Либо сами канал делайте, свой собственный. Заливайте туда видео полезные, которые нужны вам будут. Ставьте внизу свои контакты. Либо давайте мои. Там стоят мои контакты. Новичок мой. И там стоят мои контакты. Чтобы человек не ушел в другую структуру. Помогаем человеку делать заказ. Когда человек созрел. Когда человек понимает, для чего заказ нужно делать. Помогаем ему оформить заказ. Даем ему консультацию по продукции. Даем ему, подсказываем, что купить. Рассказываем ему о линейке нашей Wellness. Помогаем обязательно оформить адрес доставки. Обязательно. Потому что это самое важное. У нас такие были случаи, но не в нашей команде. В параллельных веточках. Что девочка сделала заказ. И неправильно оформила адрес доставки. И заказ пришел, но не туда, куда надо. Она не смогла его забрать. Естественно, пошли минусы по команде. Обязательно помогаем оформить адрес доставки. Это очень важно. Он заполняется один раз и потом сохраняется. Потом человеку уже не нужно будет ничего там добавлять. И только после того, как человек сделал заказ. Только после этого мы ему даем. То есть все это общение происходит в Telegram, естественно. Только после этого мы ему даем сайт обучения. Школу новичка. Только после этого. Да, там в этом сайте есть часть. Одно из заданий установить Telegram. Одно из заданий сделать заказ. Так и говорим человеку. Вот тебе сайт обучения. Проходи его. Он проходится очень быстро. Тем более скажешь, что ты несколько заданий уже выполнил. То есть ты скачал, установил себе Telegram. Плюс ты сделал заказ. Только после того, как человек сделал заказ, мы даем ему сайт обучения. Потому что видно уже, что человек настроен решительно. Серьезно он пришел работать. А не так. Я ничего не могу себе купить. У меня нет денег. А мы человека забрасываем видео, мы его забрасываем, зачем-то ему сайт обучения даем, который ему нафиг не нужен. Не тратим время на тех людей, которые работать не хотят. После этого, после того, как человек прошел сайт обучения, прошел тест, мы его добавляем в чат экспресс-команда. Точно так же со слайдиком, точно так же с поздравлялочкой, что он прошел школу новичка. Вот именно просто человек уже привык. Он уже познакомился с нами. Он уже понимает, что нужно читать информацию в Telegram. Он заходит в Telegram каждый день. Вы с ним общаетесь. Добавляете его в чат экспресс-команда и в чат по продукции. Так как он сделал заказ. В чат по продукции там есть тоже очень много всего интересного. Как только он выкупает, свой заказик забирает. Рассказываете ему, что нужно делать фотографию, туда выставить, все это обсудить, рассказать, что понравилось. То есть все это как бы, ну это уже процесс идет работы. Потом добавляем человека уже потом, после этого. После того, как он сделал заказ. Как он познакомился с нашей командой в чат по продукции. И добавляем человека в чат. Там такой чат у нас есть. Записи плюс расписание плюс рекрутинг. В этом чате только расписание на день идет. И только записи прошлого дня вебинаров. Больше никакой информации там нет. Чтобы его не запутать, потому что чатов очень много. Я говорю, реально я, например, не успеваю все чаты читать. Вот реально у меня не хватает времени. Если я их буду все читать, мне некогда будет работать. Вот, запомнили? Все чаты здесь записаны. Самый последний чат, в который мы добавляем, записи плюс расписание плюс рекрутинг. Чат ведет Катя Найферт. Она туда добавляет расписание на каждый день плюс записи вебинаров за прошлый день. И говорите человеку, обсуждайте с человеком, где он хочет работать. И чтобы он смотрел обязательно стиль жизни, пока он новичок, обязательно первые несколько каталогов. Пусть он каждый день смотрит стиль жизни. И смотрит уже там, естественно, желательно все, естественно, возможности. Если нет, то стиль жизни и те вебинары, которые по той соцсети, где он хочет работать, где он начинает работать. И когда добавляем в этот чат, сразу смотрим там с человеком, когда сегодня, в этот день будет у нас вебинар стиль жизни. И прямо за ручку ведем его на этот вебинар. Учим человека, новичка своего, заходить на вебинар. Заходим туда сами. Человеку, этому новичку нашему, сбрасываем слайдик. У нас есть слайдик, и они везде есть в чатах в Телеграм. И в нашей вот этой ПГ-группе тоже, в чате тоже есть слайдик, как заходить на вебинар. Как мы проходим по ссылочке, что мы там пишем, что нужно написать. Объясняем человеку, что заходить нужно обязательно под номером команды, иначе его просто заблокируют, он больше не сможет заходить. Чтобы человек туда зашел, чтобы он увидел, что вы тоже там. Чтобы он увидел, что кто там еще с нашей командой есть, понимаете? Чтобы он понял, как это все делается. Точно так же, как вы будете сопровождать своего новичка, так же точно этот новичок потом будет сопровождать своих новичков. Если вы не можете ходить, бывает так, что просто не позволяет время, разница в часовых поясах, или вы работаете. Если вы все вебинары смотрите в записи, то хотя бы на один вебинар новичка сводите. Вместе с ним сходите на этот вебинар. Объясните ему, что он может спикеру напрямую задавать вопросы. То есть это очень важно. Ну а дальше, дальше все уже как обычно. Человек работает, человек общается. Объясните обязательно ему, что нужно общаться в чатах, заходить здороваться, что это наш онлайн офис. Это равносильно тому, что он пришел на работу. Он пришел на работу, он рассказал, зашел, поздоровался, пожелал всем удачного дня. Там, я не знаю, задавать вопросы можно в чаты, да, тоже ему расскажите, что, допустим, новичок, там же постоянно вопросы какие-то возникают. Ничего не понятно, что не только вам он может задавать вопросы, что он может писать их в чат. Объясните человеку, что бывает написал вопрос в чат, а ему не отвечают там, час, два, три не отвечают. Человек обижается. Объясните, чтобы не обижался, потому что все, кто-то в это время спит, кто-то в это время еще не проснулся, кто-то уже ложится спать, кто-то на работе в это время, кто-то детей спать укладывает. Что у нас свободный график, и когда появятся вышестоящие лидеры в чате, кто может ему помочь, ему обязательно помогут. Просто скажите, чтобы он не расстраивался. Лучше всего в таких случаях держать связь по WhatsApp. То есть в WhatsApp написал новичок вам вопрос, вы ему в WhatsApp голосовым ответили. То есть это очень удобно, неважно, где вы находитесь. Если у меня, допустим, Telegram стоит только на компьютере, а в WhatsApp у меня постоянно круглосуточная там связь, я в любое время там могу ответить на вопросы. Все, девчонки, все. Очень коротко, слайдик сейчас кину, значит, в чат, плюс запись вот этого вот видео тоже кину в чат. Пожалуйста, себе сохраняйте, никому не давайте, это просто для команды видео такое. Потому что есть такие моменты, когда человек спрашивает, что делать. Я рассказываю, рассказываю голосовым, но голосовое сообщение трудно сохранить, правильно? Очень трудно. И прошло там день, два, три, пришел новичок, а человек забыл уже, что надо делать, что зачем. А так вот, пожалуйста, у вас будет перед глазами вот этот слайдик. Может быть, я чем-то его буду дополнять потом. Может быть, вы мне сами напишите, подскажите, что нужно сделать, чтобы какие-то, может, добавить сюда пункты. Вот, почему мы обязательно рассказываем, еще вот хочу заострить внимание, про выгоду заказов. Бывает такое, у нас такое было, что пришел новичок, не мой, девочка зарегистрировала и мне говорит, она пока не хочет, мой новичок пока не хочет общаться, она стесняется, она пока будет просто заказывать. В итоге прошло несколько каталогов, девочка очень хорошие заказы делает. И вот прошло несколько месяцев, она мне пишет, скажите, а что делать, как мне по стартовой программе получить наборы? Я первый, второй шаг не получала наборы. То есть вы зарегистрировали, сами вы еще толком информацией не владеете, вы не можете толком человеку рассказать. В итоге человек, получается, не участвовал в стартовой программе, а мог бы. Поэтому если сами что-то не знаете, то просите помощи, не стесняйтесь. Все. Вот на этом все, пока. Пока-пока, девчонки. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok